Празднование Успения Божьей Матери, память об этом событии, передание церковное об этом и молитвенная память об этом в таком странном торжестве, когда смерть превращается в праздник, оно является критерием семейности. То есть это показывает, насколько ты понимаешь эти вещи, насколько ты близок к семье Христовой. Церковь это одна огромная семья Иисуса Христа и у нас есть семейные праздники, такие как рождение, успение. Это все, так сказать, туда чужих не пускают, туда чужие даже и не ходят. Чужим это зачем? Чего я буду праздновать день рождения человека, который вообще глаза не видал, который вообще не знаю, он мне далеко не интересен. И так же и я себе не зову никогда на какие-то семейные торжества людей, которые мне не интересны. А вот когда человек идет на такие события, когда его этот тянет, его Дух Святой тянет за сердцем, влечет ненасильственно, влечет, призывает. Это признак нашего вхождения в семью Божию. Поэтому я вас поздравляю с тем, что вы так или иначе, худо или бедно, относитесь к Божьей семье. И вас касаются все события церковного большого семейства. Рождение в нем, смерти в нем, браки в нем, умножение людей в нем и все остальное. Это некая семья. Точно так же можно относиться к любому празднику Христову, потому что чужим они не нужны. Церковь многое помнит. Вот, например, есть такой город Эфес. Город, который соперничал в свое время с Римом по богатству и славности. Сейчас от древнего Эфеса остались только камушки. Древние, так сказать, разрушенные остатки ипподрома, остатки театра, там, остатки, извиняюсь, публичных домов, остатки площадей, агр, там, остатки того всего, что было в античности. В этом городе жил апостол Иоанн Богослов. И он там, туда забрал Божью Матерь, она там прожила большую часть времени после смерти или воскресения своего сына. А потом уж умирать вернулась в Иерусалим. И вот там место, где она жила, его помнили местные христиане с первого века по девятнадцать. И туда постоянно ходили молиться. Потом, когда был великий исход греков из Малой Азии, греки все уехали в Грецию, а другие все, значит, из Греции в Турцию, это место как бы забылось, потом опять воскресилось. То есть люди помнят, что было, как было, где было. Например, церковь даже знает номер псалма, который пел Петр на погребении Богородица. В одной проповеди, значит, там, Иоанн Максимович, святой архиепископ шанхайский, Сан-Франциский, который лично знал Богородицу, она лично знала его, он был святой человек, и есть святой человек. Он даже называет псалом, который воспел Петр, возглавляя похоронную процессию. Причем псалом, который обычно на погребениях не поется. Евреи, как и мы, поют на погребении 118-й псалом, «Блаженно-непорочный путь, ходящий в законе Господа». Псалом великий. А Петр запел другой псалом, «По исходе Израиля и от Египта», «Дома Якова и из Людей Варвара». Там, откуда это люди взяли? А эта церковь помнит, люди, церковь помнит очень многого. И те, кто в церкви, они знают очень многого. Те, кто снаружи, как бы, они свое что-то знают, но в принципе не знают ничего. Так что первое, это то, что я хотел вам рассказать еще, что это наша некая семейность, это наш допуск до тайн, до тайн Божьих. И смиренному дадутся тайн. Гордый хочет узнать, но это тоже похвалиться. Ему не нужно знание, ему нужна похвальба. А смиренному дастся знание. Нас допускает Господь в семью. Кто поймет, тому будет хорошо, кто не поймет, пусть не понимает. Вот так написано, лаповство, вау. Кто понимает нас, молодец, тому благословение. Кто не понимает, пусть не понимает. То есть объяснять, разбиваться в лепешку мы не будем, чтобы всем все было понятно. Кто не понимает, пусть не понимает. И второе, тоже очень важное, что это праздник связан со смертью. Смерть все проявит, смерть все, так сказать, обнажит и все покажет. Ну, если хотите, значит, то с смертью Богородицы связано участие архангела Гавриила, что очень понятно. Она его знала, и он знал ее, и приходил в Благовещение. Он с ней разговаривал, разговаривала с ним. Этот архангел был ей известен. И он пришел совершить, значит, смертное таинство. Если, опять-таки, если хотите, по еврейским понятиям, смерть это так называемая шхита. Это, знаете, когда они болят животных? То есть у них есть специальные для этого резники. Там никто не режет курицу сам. Там надо позвать специального человека, чтобы по закону заколол животное то или иное. И требования к закону таковы, чтобы животное не мучилось. Чтобы оно быстро умерло и ничего не успело понять. Поэтому нужно резать очень острым ножом и очень-очень грамотно. Так, как ты знаешь. Так вот, считается, что смерть грешника, это называется шхита. Это сокол, как бы, значит, как бы уход из жизни. Вот живот, может быть, безболезненный, легкий, немаленький. Раз, ты уже в другом месте. Так вот, смерть грешника, это шхита только ножом. Это когда тебя пилят, ты орешь, значит, смерть длится долго, безболезно. Ты там мечешься по кровати, как бы, все там носятся, у тебя санитарки, там, родные в коридоре ходят, там, приспокоятся, короче, там, что такое, а ты орешь так, чтобы вся больница проснулась. Ты никак помереть не можешь, ни жить не можешь, ни умереть не можешь. Так умирает грешник. Орут, кричат, все на ушах ходят вокруг них, там, значит, там, деньги тратят, там, врачи, значит, носятся, там, медсестерства, там, не спят, как-то, а он никак не умирает, понимаете? Такая смерть грешника в лютар, как мы поем постоянно в Псалом 33, а смерть праведника, она, как, ух, такой, пошел, такой, значит, говорил, пошел, забрать душу Матери Божией. Она, правда, молилась, как говорит нам церковь, чтобы сын сам пришел, потому что ей мало было посредников. Она не хотела, нам будет великая честь, если какой-то ангел придет за нами, чтобы забрать нашу душу, так сказать, и просто сопроводить ее в далекий путь. А Матери Божией было мало Гавриила, потому что она молилась, чтобы сын сам пришел, потому что сын там и изображается везде. Думаю, видит, да, то есть он вот тут ходит, там, сын стоит, держит, женскую душу, руках носит. И он пришел забрать ее, легкий переход совершил, потому что она тоже боялась, она тоже была некая трепет, был и некая... ну, волнение, потому что это будет волнительно для каждого человека, даже для святого человека. Поэтому, наверное, мы сегодня должны с вами тоже вспомнить об этом, потому что нам предстоит этот переход однажды. И, насколько мы знаем из нашего житейского опыта, как по-разному умирают люди. И как в смерти все видно. Кто умирает с верой, а кто умирает без веры, а кто теряет веру во время смерти. Вроде всю жизнь верил, потом в смерть встал, он уже не верит. А кто, наоборот, находит веру в смерти, и всю жизнь не верил, начинает умирать, как бы, значит, обретает веру. Это все там, это очень серьезная такая тема такая, поэтому нам тоже нужно об этом с вами поговорить, думать. Насколько опять это кто понимает, пусть понимает и верит, а кто не понимает, пусть не понимает. Потому что мы все равно, мы должники, то есть, мы должны Богу, по крайней мере, душу. Если вы больше ничего Богу не должны, то, по крайней мере, душу мы должны Богу отдать. Говорит, я Богу душу должен, есть такая, вы знаете, как это слово? Говорит, никому ничего не должен, только Богу душу. Это признак человека, который я все долги раздал. Понимаете? Говорит, я никому ничего не должен, только Богу душу. Это всегдашний долг, остающийся у человека. Вот как мы будем умирать? Когда это будет? То есть, скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моего и есть. Да разумею, что лишаюсь вас. Да? Псалтирь, там же написано, скажи мне, сколько мне осталось, когда я буду умирать? Сколько у меня там еще? Можно об этом даже молиться. Скажи мне, Господи, кончину мою, число дней моего и есть. Чтобы я понимал, что у меня остается. Вот. То есть, об этом надо думать и поговорить, и святые об этом говорили. Вот. И как это все будет? Серафим Саровский говорил, что нужно часто размышлять об этом. Когда я буду умирать, что я Богу скажу? То есть, как я перед ним встал? И потом, когда, если страшно будет, человек при этих мыслях говорит, надо обязательно сказать, Пресвятая Богородица помогай нам. То есть, помоги мне, спаси нас. Вот. У нас есть такой целый канон на исход души от тела. Когда человек страждет, и нужно проводить его молитвой, чтобы душа отлилась от тела и ушла в свой мир, как бы от тела пошла в землю на время. То там этот канон посвящен Божьей Матери. Чтобы она должна быть в это время заступиваться человеку, чтобы она помогла отделиться этой душе, так сказать, родиться, что ли, да, в жизнь другую. Зайти в духовный мир. В общем, вот такие две темы я хотел бы, чтобы были предметом вашего некого рассмотрения, созерцания, запоминания, размышления. Иногда об этом говорить можно жестко, иногда полегче. Вот недавно мы праздновали Тихона Задонского, вчера. Тихон Задонский, он вообще, он говорит, например, что ты пудрой мажешься, что ты краской красишься, что ты помадами полюешься. Говорит, то лицо, по которому помадой рисуешь, по нему будет завтра червяк гулять. Слышите? То есть можно, в принципе, ну, жестко как бы пройтись, там где ты пудрой мажешь, там где-то краской красишься, там будут червяки гулять, говорит, завтра. Что ты там красишься, говорит, ты подумай про душу свою. Ты сидишь как макака перед зеркалом, там вырисовываешь какие-то картины из себя, там нет уже ничего, все, уже поезд уехал, уже пора про другое подумать. То есть можно как бы жестко дать по мозгам человеку, и не страшно, и не вредно. Можно полегче, то есть там смерть, жить будем, гулять будем, есть будем, пить будем, смерть будет, помирать будем. Вот, значит, ну, все это, конечно, гораздо более жестко, чем весь, гораздо более серьезно, чем смешно, гораздо более страшно, даже для святых, вот, чем для нас с вами тоже. Поэтому вот сегодня такой праздник, значит, мы в семье, мы с Богом, мы знаем, как зовут его мать, мы знаем, как зовут его бабушка и дедушка по материнской линии. У меня нет отцовской линии, поэтому по отцовской линии нет ни бабушки, ни дедушки, а по маме у меня есть бабушка и дедушка. И Аким и Анна, мы знаем, как бабушку и дедушку знать. То есть мы у нас пустили в семью, понимаете, взяли этих немытых выродков, этих с улицы затащили, как бы помыли, приодели, причесали. Вот, садись, ешь, только не рыгай вслух, не вытирай вот так, вот тебе салфетка, вот тебе вилка, вот тебе ложка, сиди, урод, тихо ешь. И мы сидим, тихо едим, в семье Господа, потому что нас с улицы забрали, как выродка, как в плитче написано, иди коллег собери, иди уродов собери, всех горбатых, слепых, одноногих, собирай всех, трапеза готова, понимаете? Ну, они поприходили, все эти коллеги, в семью нас пустили, и вот мы сейчас пришли в семью, а здесь похоро, а кто умер? Умерла Матерь Господа наша. Все, все, ставим из Европы Духу молиться. Провожай Матерь Божию вместе с Гавриилом, с Петром, с Дионисием, с Ерофеем, там такие два еще было, кроме апостола, еще было два священномучника будущих, Дионисий, Афинский и Ерофей, вот они провожали Деву Марию там. Великое торжество, такое странное торжество, лестница к небеси, гроб бывает, источник жизни во гробе полагается. Так что вот прошу вас унести, по крайней мере, две вещи сегодня из храма. Каждый раз из храма, выходите из храма, надо за себя спрашивать, что я понял вообще, что вообще было вообще, что такое, что я унес с собой, чем я обогатился. Вот нас, уродов, пустили в семью, и мы будем умирать. Ну, две простые мысли. Все, Матерь Божия, помогай нам. Это уже конец этих двух мыслей. Спасибо. Продолжение следует...